Электронную летопись Победы создают в Нижневартовске. Горожанам предложили показать семейные реликвии, связанные с Великой Отечественной войной. Фотографии, документы, награды родственников. В местном архиве каждый экспонат опишут и оцифруют, а затем внесут в информационный сборник. Изначально идея появилась в Нижневартовске, однако позже стало известно о том, что подобную летопись создают и в других муниципальных образованиях округа. Наш корреспондент Жанна Кузьмина прикоснулась к истории. Старые снимки, документы и несколько наград. Все, что осталось на память о деде, участнике Великой Отечественной войны, у вортовчанки Натальи Золотаренко. Эти реликвии годами бережно хранили в семье, однако сейчас решили поделиться им с югорчанами. Благодаря электронной летописи «Мы, пламя вечного огня» жители узнают о непростой судьбе украинского крестьянина. А пройти ему, по рассказам внучки, пришлось через многое. В начале войны молодого парня оккупанты вывезли на работу в Германию, но спустя пару лет ему удалось сбежать. Уже на родине призвали в армию, участвовал в освобождении Прибалтики, Польши и Кенигсберга. Там же, на территории бывшей Пруссии, встретил победу. Его уже давно нет, но та частица, которую он внес в победу, она действительно велика. В семье сохранилось большое количество реликвий, именно времен войны. И я думаю, что поделиться тем, что есть, показать это всем, рассказать об этом. Это мой долг, и я думаю, деду было бы, конечно, приятно. То, что о нем знают, не забывают. Уникальным фотографиям, редким документам и наградам рады в Нижневартовском архиве. Здесь по крупицам собирают летопись победы. Причем делают это в электронном формате. Так информационному сборнику гарантируют вечную жизнь. Вартовчанам предлагают самостоятельно сканировать личные религии или принести их для обработки опытным документоведам. 20 горожан уже воспользовались предложением. Среди почти сотни писем, фотокарточек и записок работники архива находят настоящие жемчужины. Хочется отметить, конечно, фотографии, сделанные за границей. Это Польша и Германия. Качество снимков очень хорошее. И снимки постановочные, что на эти фотографии очень приятно смотреть. Это нам принесла нижневартовская семья. В комплекте фотографий о своем отце. Конечно, трепет мы испытываем от соприкосновения с такими материалами. Это действительно как прикосновение к истории. Нижневартовская идея создания электронной летописи нашла поддержку в округе. В Югре дали старт аналогичному мероприятию со звучным названием «Победа одна на всех». Цель которой – тоже собрать информацию о ветеранах. Рассказы вартовчан, которые, кстати, ближе к маю выложат на сайте архивной службы, войдут в региональный сборник отдельной главой. Жанна Кузьмина, Андрей Клиницкий, Вести Югория, Нижневартовск.